дорогие друзья сегодня будем делать легкий ремонт порога получается порог хороший сам по себе но кантик внизу порога это фальсуаген шаран кантик он сгнил местами получается кое-где он хороший вот и значит где лонжерон и где ставить домкратом тоже все как бы подгнило вот это будем исправлять то есть будем не сам порог менять а только вот этот кантик так будет дешевле так будет проще мы так посчитали да значит что надо для этого для этого мы чтобы ну хорошо все получилось должны снять крыло чтобы снять крыло надо снять бампер вот и открутить вот это вот окошко да ну то есть то вот это окошко там в шаране здесь стояла такая у нас панелька да мы открутили тут так крепление находится здесь вот покажи вот видите главное чтоб не повредить вот этот уголок нужно примерно расположить отвертку так вот она видно возле воздухозаборника этого литродуйки сюда отвертку аккуратненько поддели выскочила а там за защелка все на защелках вот они все такие если поломаются не продаются магазинах они одноразовые за щелочках это потом и снимаем дальше вот такую вот как здесь получается как перед она же только пластик этот вот она вот она крепится у нас вот таким образом здесь имеются вот тут такие крепежи чуть-чуть поднялся вот сюда покажи вот они вот здесь такие ершики за щелочки тоже пластика как она снимает сначала мы берем резинку вот эту оттягивается резина все это стоит оттягиваем немножко так и в сторону все у нас есть доступ нас есть доступ получается вот к этой стойке все и начинаем сверху аккуратненько отверточкой сняли так а вот здесь ниже будет для самореза крепление вот у нас есть самореза да 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 здесь вот такая стоит там клипса закрывала ну чтоб не видно саморез достается она аккуратненько там отверточкой либо ножиком выкручивается а потом здесь ничего сложного нет дальше здесь уже идут пластмасски которые просто отверстие такие фиксации защелкивается на только вот на таких вот ёршиках как они просто в еще аккуратненько они вот все-таки эластичная снимается и все вытягивается вытягивается на счет их потом подправить когда будем ставить это уже потом вот ёршики да ёршики эти ёршики понятно и потом в итоге ставим уже мы ту сторону также сделали бы нужно сделано все обратно потом возвращение когда мы сняли вот эту обшивку нас так вот будет вот это вот я кожного кошка мы сняли получая на получается вот это она с этой стороны ставится с этой стороны а там получается она на чем держится и вот отверстие у нас и одно такое без прорези сквозное они все сквозные просто ну на болтиках главное нам но они отворачиваются здесь семерочка по моему надо под семерочку но я такие аккуратненько их откручиваем вот она так у нас стояла вот если это просто это насаживается потом уже вставляется сюда насаживается чик потом такого сюда вот она открутили без герметиков без ничего нет она на ленте там клейка есть аккуратно давим в эти там будем давить шпильки войти продавливаем немножко отверточкой подделе вытащили вот так на себя все у нас немножко за кейс мы его потом открутим все сделаем как нам будет все дальше потом продолжаем бампер снимаем и крыло сейчас покажем как это как бампер бампер как обычно снимай номер сначала номерной знак ну и там два болта и потом он на себя поможет тут такие вот вот тут такие эти щечки и вот здесь там скобы получается в бампере да ну там не противотуманки надо снять вот таких штыки штыки рада и дачу с левой стороны да он с левой стороны тоже против туманка если есть против туманки некоторых нету все понятно и снимаем потом здесь крыло здесь вот идут у нас болты поворотник снять первую очередь поворотник отцепить два болта получается сверху тут сверху все потом здесь отцепить до 10 молдинга да потом у вас он есть такие интересные хитрые защелки надо их надо выдавить тоже надо показать вот сейчас выдавливаем вдавливаем вперед аккуратненько а вдавливаем туда внутрь да да вдавливаем внутрь тут есть для кондиционера давление проверяют только его не задеть да 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 вдавливаем эту получается вот эту сердцевину получили вот сердцевину защелки вот если покажу сердцевину надавливаем внутрь и все это раз отошла вот да вот такая она будет легко выходить иначе там стоят такие усики усики до и до их поломая закорили немножко с той стороны придерживаем аккуратненько шут до закорила вот все все сейчас она должна хорошо снять эту вот штучку пластмассовую вроде бы все да я надо как я повернуть или просто не и мы просто так достаем на что мы защелки вот легко все двигается расшатать главное чуть-чуть это можно рукой тоже подправить усики сейчас снимем покажем ну все она выскочила уже да да аккуратно не рвите потому что они хрупкие тоже там ломаются машина уже старая 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 морда 98 года еще все родное здесь здесь вот у нас есть болтик а вот мы забыли да 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 вот еще болтик сейчас сфокусируем вот здесь болтик находится его это на на 10 на 8 на 8 на 8 головка вот это такой скрутили шуруп а вот это вот сейчас будем снимать вот это вот у нас не пускала немножко вот что здесь вот эти вот эти усики там получается и вот сейчас покажу три таких усика и болтик вот здесь и вот такая вот это сердцевина она распирала эти усики не давала им раздвинуться да она вот так вот сжаться сжаться потом короче мы вставляем да когда когда ставит ну ладно все это понятно она распирает эти усики и все они они уже тогда фиксируется вот так все это понятно хорошо что дальше мы снимаем и откручиваем вот этот болт этот болт да у нас ржавел что-то будем смотреть но должен пойти сейчас еще раз посмотрим что надо снимать значит откручиваем два болта вот эти три дальше есть здесь такая вот загнута значит скоба ее нужно обязательно так на вот отгинаем получается эту скобу вот отогнули отверткой и все так дальше фара то есть поворот поворота потом вот этот сам мог пластик этот пластик до пластик он там значит скобами мы уже показывали и болтик вот этот бампер естественно бампер понятно затем вот этот защиту значит болт здесь один на на пороге и вот болт этот который здесь да потом значит стекло вот это треугольная порточка и вот здесь один болтик здесь один ниже вот он и внутри 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 сейчас да а вот болт внутри и выше вот он все понятно и обязательно снимите поворот и поворот обязательно так значит еще один болт вот здесь находится он держит крыло если его не открутите крыло не снимите то есть надо снять вот эту щетку творник снять затем вот этот пластик этот защитный и здесь вот находится болт вагин шаран какого года девяносто восьмого года все значит потом надо крыло до снять с герметика крыло то есть от кузова она ну для герметизации но вот герметиком кузовным аккуратненько ножичком до ножичком отверточкой мы это сделали подворачиваем подковыриваем желательно его не снимать этот весь полностью герметик когда как отойдет так отойдет лучше потом герметиком также наклеить приклеить кусочки герметик заводской но это если заводской то лучше так сделать что на том немножко были косячки у нас зря мы начали отрывать герметик такой сложно найти хороший было как-то сделали все таки она получилась нормально не течет аккуратненько крыло на от крыло и понемножку отговориваем со мной основное она же наверное здесь крепится до герметиками здесь 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 нет значит вот а самое основное то вот от двери от двери от двери кузова тут герметиком это надо будет ковыривать подковыривать подрезать ножиком пойдет первые шаги всегда трудно даются герметик заводской поэтому вот здесь герметик крыло от кузова оторвали отрываем дальше там все это промазано герметиком и это надо будет оторвать тоже самый лучший способ это вот подрезать внутри иначе не оторвем берем получается ножик с внутренней стороны от колеса подрезаем аккуратненько ножиком грубым отрывать снимаем уже все от стрела от кузова сняли вот тот болт нижний это не болт оказывается шуруп его просто открутили думали он не открутиться потому что заржавел открутился все снимаю поворот отключен до снизу там чуть-чуть держит герметик еще главное не навредить мало ли тогда ну вот он как был приклеен склеена то есть вот и начиная отсюда вот здесь немного подмазано герметиком здесь вот начиная отсюда это все отрывали все отрывали и нижний болт ниже это шуруп нижний здесь порог хороший порог не будем менять вот здесь мы это все отремонтируем поменяем вот эту именно полоску и еще порог будет жить и жить отбиваю от шпаклевку от порога что-то поклевали закрашивали чтобы не было видно отбиваю по всей длине смотрю где надо варить где будем менять этот вот кантик значит всему я почистил казалось намного хуже вот такие вот здесь то сзади сзади стороны дырочка небольшая действительно вот и здесь вот кантик это сам на протяжении почти всего порога кантик вот и и здесь вот так же это будем заделывать здесь слабый уже металл значит все мы вырезали аккуратно порог места гнилые места вот этого канта который порога и здесь вот так же вот сейчас мы будем заваривать то что я вырезал значит усилили ну то есть заварили вот заварим сейчас этот усилитель вот латку сделаем сделаем этот кантик дальше сделаем вот закроем этот порог то есть стык заварим эту вот латку сделать а потом уже вот сам кантик сделаем и здесь ну и дальше будем уже по ходу я начал заварил я этот усилитель шов не очень конечно потому что тут мы все равно здесь ничего видно не будет все внутри и чтобы добиться вот этой латки я использую картон вот отрезаю и уже подгоняю делаю латку чтобы она встык попал вот заварил я эту часть сделаю поставить подогнал латку сначала вырезал картон потом картон эту подогнал потом вырезал уже с металла и металлическую вот эту латку подогнал стык и все и заварил сначала точками вот затем это все обварил сплошняку все сейчас будем делать кантик вот сделали заготовки это для этого канте канта получается которые на пороге здесь есть вот это мы сделали из тонкостенного уголка вот это такой уголок тонкостенный обрезали получается эту полочка как раз получилось по размеру но подходит подогнали под размер обрезали сейчас будем приваривать приваривать будут таким образом то есть состоит из несколько частей этот кант мы обрезали только гнилую часть вот то есть будем приваривать потом это все зачистится вот результат потом покажу как это получится вот что у нас получилось все заварили поменяли этот кант заварили вот эту ну что гнилая был гнилой порог вот осталось только зашлифовать про грунтовать покрасить все значит подгибаем вот этот один кант и лицевой кант внутренний все это пригибаем плотно было затем немножко тут ржавчину зачистим и варим все вот этот внутренний кантика это внешне то что мы приварили уголок все мы зачистили вот что получилось сейчас осталось только покрасить еще значит сделали для для домкрата вот тут прогибалась машине вот такую вот пятку сделали для домкрата пластина просто толстая 3 миллиметра 4 миллиметра наверное все вот это значит сняли мы это крыло но совсем снизу милое вот какие вот дырки здесь уже его шпаклевали стекловолокном заш пока шпаклевали заклеивали тут как-то потом красили видно чтобы продать машину так нужно по нормальному менять это крыло либо менять эту вот часть но поскольку этой части не отдельно не продается надо все крыло менять из-за этого ну поскольку у нас дешевый ремонт мы будем тоже клеить моксидкой чтобы на первое время хватило зачистим значит за это прогрунтуем вот зашпаклюем заклеим и все покрасить все будет все будет нормально я думаю вот наше крыло значит мы его заклеили зачистили сначала потом заклеили вот скотчем вот вот значит заклеили наложили сеточку заклеили клеем эпоксидным крыло не буду поднимать вот так вот потом обработал также снизу все заклеено после того как мы отшлифовали порог нанесли грунт вот здесь даже стыки позатирали мелкой наждачкой тысячный абразив сейчас обработаем бензинчиком обезжирим вот мы уже наклеили чтоб антигравиум когда наносить будем ничего не попасть на краску заводскую использовать буду вот такой антигравий на волк баллончика вот оно что получилось после обработки антигравия вот мы видим как почти как родное также за это время мы шпаклевали вытянули крыло ну вот получилось крыло закрашено все отлично здесь тоже